Всем привет! Сегодня мы с вами пройдемся по основным функциям программы Notebook от корпорации Zoha. Это программа для введения заметок. Она имеет онлайн интерфейс, а также мобильные приложения для Google, Apple и также свое приложение для системы Mac. Думаю многие из вас слышали или когда-либо пользовались такими сервисами и программами как Evernote или Google Keep. В этом видео мы не будем сталкивать лбами эти программы, так и каждая из них по-своему хороша. Работа с заметками в Zoha Notebook организована с помощью записных книжек. Это очень логично. Например у вас есть блокнот рабочий, персональный, ну или какой вы еще захотите. Давайте создадим новый блокнот. Автоматически у нас присваивается вот такая обложечка. Можно посмотреть информацию об этом блокноте. И например сразу поменять обложку. Давайте что-то... Можно выбрать из предустановленных, но есть замечательная функция, можно загрузить свою. Вот например давайте загрузим вот такое вот изображение. Так сейчас у нас... Да, получилось. Вот видите как у нас красиво получилось. Привет. Давайте откроем наш новый блокнот. Пока что здесь пусто, но не совсем. Вот обратите внимание на подход корпорации Zoha и внимание к деталям. У вас сразу красивая цитата, крылатое выражение. Ее даже сразу можно добавить себе в заметки, если она вам понравилась. Ну так и сделаем. Хороший пример. Вот появилась наша заметочка. У нее пока нет названия. Давайте что-то напишем. Вот в таком вот простом виде редактируется текст заметки. Ну есть... Есть некоторое форматирование. То есть что-то все-таки отредактировать тут можно. Но это не является как таковой необходимостью. Обратите внимание на нижнюю панель. Здесь у нас представлены функции и действия, которые можно выполнить заметкой. Во-первых, можно поставить напоминание на заметку. Можно поменять цвет заметки. Давайте что-то более оранжевое сделаем. Можно отменить последние изменения. Можно посмотреть информацию о заметке. Вот что-то, где она была сделана, да. Когда, сколько символов. Можно ее скопировать. Можно ее переместить в другой блокнот. Видите, да. Сразу можно в другой блокнот переместить. Можно отправить кому-нибудь по электронной почте. Вот. То есть обратите внимание тоже, да, как все очень хорошо, красиво сделано. Подогнано друг под друга. Также можно удалить ее. И очень важная функция. Наш замочек. То есть поставить пароль на заметку. У меня пароль уже настроен. Поэтому заметочка уже закрылась. То есть здесь вот такая небольшая замыленная превью отображается. Но на самом деле заметка закрыта. Чтобы ее посмотреть, вам необходимо ввести пароль. Теперь давайте добавим с вами фотозаметку. Выбираем изображение. Давайте вот этого добавим. Загружается наше изображение. Здесь внизу по-прежнему ряд функциональных клавиш. Мы сможем скачать оригинал изображения. Мы также сможем поделиться этой заметкой по электронной почте. Но очень важно, что мы сможем немножко отредактировать это изображение вот в таком вот редакторе. Очень удобно, если вам нужно поделиться скриншотами или обратить внимание на что-нибудь. То есть функционал тут достаточно ограничен. Но это не страшно. Это не страшно. Оно позволяет все равно добиться необходимого результата. Все. Вот она ваша доредактированная фотография. Сейчас тут, конечно, прогрузится немножко, но не страшно. Вот так вот выглядят фотозаметки. Следующий тип заметок это у нас списки. То есть вот таким вот образом мы сможем с вами создать список покупок, например. Вы не обращайте внимания на ингредиенты, так сказать. И когда мы будем отмечать, то оно будет переходить в выполненное. То есть вот таким вот образом. В текстовой заметке на самом деле тоже можно добавить такой список. Молоко и огурцы, друзья, навеки. Вот таким вот образом. Но будет не так красиво, как в том списке. Но зато здесь можно будет написать еще любимый абзац, комментарий. То есть можно еще много-много-много-много информации добавить, помимо самого этого списка. А потом вставить еще один список. В той заметке так сделать нельзя будет. Так же в качестве заметки вы сможете прикрепить какой-нибудь файл. Например, вот такой вот файлик. Вот он у нас загрузился. Отображается название, пиктограммка. Очень красиво. Предпросмотра, по-моему, нету или есть. Ага, есть, да. Для PDF есть, но не для всех типов документов поддерживается. Но для PDF поддерживается. Опять же можно будет скачать оригинал. И поделиться по электронной почте. Еще один способ добавлять заметки, это расширение для Google Chrome. Которое называется Notebook Web Clipper. Аналог Evernote Web Clipper. Можно сразу написать текстовую заметку. Вот она у нас в наш блокнот под названием «Привет» пойдет. Можно поменять ее цвет и добавить. То есть заметка добавлена. Можно сохранить ссылку на страницу. И можно, например, сохранить скриншот. Сразу блокнот в виде фотозаметки. Давайте вернемся в наш блокнот. Что там? Да, вот у нас все здесь появилось. Со временем, конечно, заметок становится достаточно много. Это все по-прежнему выглядит красиво, но нужна некая организация. Для управления заметками здесь есть вот такое вот быстрое меню. То есть можно, опять же, те же быстрые функции выполнить сразу, не заходя в заметку. Например, удалить нашу. Также можно заметки группировать. Давайте создадим нашу группу. Давайте туда еще, например, даже документы добавим. Все, мы сгруппировали наши заметочки. Теперь внутри блокнота у нас есть группа. Вернемся в блокнотик. И вот так вот она отображается. То есть у нее есть название. И тоже небольшое превью того, что есть внутри. Можно всю группу удалить сразу. В этом видео я не собирался делать обзор Android-приложения или iPhone-приложения. Но вы должны знать, что оно есть. Оно отлично функционирует. Заметки такие же красивые. И даже есть немножко больше функций, чем в веб-интерфейсе. Сейчас к этому мы перейдем. Вот я для вас подготовил заметки, сделанные из телефона. Здесь есть еще два типа заметок. Первая заметка – это запись звука. То есть вы можете что-то надиктовать. Вот так вот красиво. Привет! Это моя голосовая заметка. И также вы можете что-то нарисовать. Ну, да, художественное искусство, конечно, так себе. Но свою цель выполняет. То есть это быстро можно что-то занотировать себе. Наш обзор потихонечку подходит к концу. То есть мы с вами поработали с записными книжками. Со всеми типами заметок. Группировали их, удаляли, ставили на них пароли. Редактировали, что мы только не делали. И вот, то есть мне кажется, это очень хороший продукт. Он достаточно простой. В нем нету очень широкого набора функций. Но им приятно пользоваться. Раньше я пользовался Evernote достаточно активно. Но после того, как я увидел Zoha Notebook, Evernote для меня умер. Вот перейдем в веб-интерфейс Evernote. И видим мы вот такую вот, ну можно сказать, катастрофу по сравнению с Zoha Notebook. То есть тут как-то вот таким вот образом все организовано. Да, это в принципе удобно. То есть тут функции она выполняет. Есть такие очень крутые функции, как теги. Как поделиться заметкой с коллегами. Да, этого нету в ноутбуке. Но это всего лишь две функции. Очень много есть в Evernote функций, которые рекламируются как для бизнеса. То есть ставить там ссылку на Google Drive сразу там или еще что-то более расширенное, редактирование. Но большинству людей это не нужно. Людям нужно, чтобы было красиво, удобно и функционально. Я считаю, что это Zoha Notebook. Это ваш блокнот. Спасибо, что осмотрели это видео. Надеюсь, обзор был полным, интересным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Возможно, в ближайшем будущем будут обзоры других приложений Zoha. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok